Бородинский хлеб Я, например, люблю нарезать вот так Режу два раза, поворачиваю и еще раз два Получается в одном хлебушке, скажем так, 9 кусочков Все эти кусочки мы отправляем в духовку Просто раскладываем их там, чтобы они хорошо просушились И устанавливаем духовку, знаете, на 10 минут и на 180 градусов Для первого раза этого будет достаточно А на улице хорошо, солнышко, детишки играют Собачки ходят и писают везде, романтика Второй раз мы ставим наши сухарики уже на 200 градусов Еще раз на 10 минут И в это время включаем чайник Нам понадобится примерно литра 2 горячей воды Потом пересыпаем наши получившиеся сухарики В обычную банальную трехлитровую банку, ребята И заливаем их той самой водой из чайника Теперь нашей заготовки для кваса надо постоять и остыть В моем случае это будет, наверное, до утра А что с тем, что мне нельзя больше пить? Тут все просто В этом комментарии было много мата И я его удали И поэтому, ребятки, я снова с вами Ну, я надеюсь, вы с самого начала поняли Что если с вами снова алкобард То, конечно же, мы будем что-то пить И об этом обязательно поговорим Так вот, сегодня у нас для этого есть Немиров Лекс Лекс я, кстати, по-моему, не пил вообще ни разу Если мне память не изменяет А изменять она мне пока не должна И вижу я его вроде бы тоже впервые До этого видел только на полках магазинов Первое, сразу минус, сразу Это размер шрифта Потому что это прочитать просто без лупа невозможно Только методом сфоткать на телефон И вот тогда еще можно понять, что там Вода пить на подгодно Короче, вода питьевая Спирт люкс там обычный Мед натуральный Ароматный спирт со цвете липы И без ГМО Без ГМО сейчас, по-моему, Украина пишет Просто на всем поголовно Но это охренеть Все, больше ничего интересного здесь не сказано Из интересных фактов Могу только передать слова работников Минского Кристалла Которые говорят, что с 2014 года Весь Немиров делается на белорусском спирте Но, честно говоря, я не могу не подтвердить Не опровергнуть эту информацию А привести за уши ту работницу Кристалла Которая мне это сказала По понятным причинам Я к себе в дом тоже не могу Жена не разрешает Таскать мне чужих женщин в дом Поэтому, наверное, будем просто пить и радоваться Так, а как же Ага Ага Ааа Извините, как? Так По-моему, она надо мной издевается О! Так, ребят, это второй минус Потому что открытие Это, простите, как говорится Ежели человек с будуна Он может ее просто даже не вскрыть Но вот открылось, по крайней мере Причем я думал, что будет какое-то контрольное кольцо Но нет, чисто синий ободочек Этот контрольный работает Ладно Тоже шарика нету совершенно Показываю Шарика нет от слова вообще Есть просто пластиковая вставка Странно, ну ладно Пахнет, как ни странно, водкой Но пахнет водкой как-то интересно, если честно То есть запах очень мягкий Нету резкого водочного Вот, например, от Хаски был резкий водочный Такой запах Ты сразу чувствуешь Это водка Все Это водка без вариантов А здесь как-то так мягенько оно идет То есть если некоторые водки ты открыл Вот на таком расстоянии Ты уже чувствуешь, что здесь как-то такого нету Ну, в общем-то, это хорошо Ладно, за встречу, ребята И за наш будущий квас, если он получится Двойственное чувство Вот этот вот спирт Липы соцветий Он что-то мне не нравится В остальном все хорошо Но моментально, простите, слюноотделение сумасшедшее И желание закусителей запить Поэтому мы, естественно, запьем Запьем мы ее второй рюмкой Которая нам и должна дать То самое вот разнообразие То есть раскрытие Ну, в общем, вы поняли меня Что тут говорить Поехали Вторая заходит прекрасно То есть первая может просто резко дала Может я просто забыл выпить перед записью Но первая мне не понравилась А вторая очень даже зашла И заходит вот сейчас Достаточно мягко и хорошо Что надо сделать? Надо, наверное, чем-то закусить Чем Бог послал Бог мне сегодня послал колбаску Неизменные те самые яблочки Конечно же сыр Но сыр очередной с плесенью Я, честно, не помню С белой плесенью Но вроде даже белорусский А может и нет Но это не важно Потому что третья, господа Слушайте, мне Не, ну это издевательство Вот это реальное издевательство Ну, я вот этого прикола не понял Может это у меня чисто брак в бутылке Потому что все прокручивается вместе Туда-сюда И для того, чтобы ее открыть Надо или резко крутнуть Или придерживать эту часть Будем надеяться, что это чисто моя бутылка бракованная Потому что так быть не должно Так нехорошо И, естественно, третья Та, которая за трезвенников Не чокаясь И за дурачков месяца Кстати, меня уже спрашивали Как-то в комментариях Что такое дурачки месяца Кто-то там хотел найти, но не нашел Это те, кто пишут Что я воду пью вместо водки Чай вместо коньяка Вместо пива, я так понимаю Наливая квас А абсцент делаю из тархуна Ну, вы поняли, короче Да Так вот Давайте за них не чокаясь И яблочко А сейчас я вам одну страшную вещь скажу Эта водка Настолько так неплохо, мягко входит Ну, кроме первой Что мне абсолютно неинтересно ее пить дальше Но, как вы понимаете Чтобы себя и вас не мучить Я, естественно, ее выпью Но, как мы это будем делать Это мы сейчас с вами решим А, скорее всего Мы это будем делать Методом коктейлей, господа И тут у нас все будет просто как никогда Пунктом первым у нас пойдет Вариант под названием Джин-водка Ну, кстати, это вроде как и есть Официальное название данного коктейля Единственный минус по рецептуре Туда надо еще, чтобы входила оливка Хотя бы одна Оливок у меня, простите, нет Но у меня есть лед Что немаловажно Да, Немеров Вы охренели, понимаете Я могу так крутить вечно Здесь все делается просто Пропорции, как вы помните Из серии в пополам Мы не будем возвращаться Мы сделаем реально пополам Кстати, вот про вот этот вот джин Вот этот вот джин Тоже скоро выйдет видяшка Выйдет, выйдет В смысле, она уже записана А вот он остался И сюда мы докинем два кусочка льда Не пугайтесь, что у меня лед зеленый Это у меня лед, простите, с мятой Конечно, лед с мятой туда кинуть Это надо было иметь интеллект Потому что, как я это сейчас буду пить и давиться мятой Это уже вопрос другой Но, что-нибудь да сделаем Скорее всего, просто возьмем вилку Достанем оттуда эту мяту Если это получится Ну, пока получается По крайней мере, с одного Один кусочек растающий А второй пусть там поломает В конце концов Сам виноват И вот это вот пьется как? Залпом и с удовольствием, ребята О! В чем смысл Вот такого коктейля, спросите А я вам скажу Для тех, кто не хочет пить джимс с тоником А хочет просто смягчить его вкус Грецкий можжевеловый Во! И переходим к варианту коктейля номер два Не далее, как сегодня Я закончил настаивать вот это Ну, конечно, в бутылке из подводки Ну, да ладно Такой зеленоватый цвет Сейчас объясню, что это такое Это мятно-лимонная обычная настойка Должна была быть Но я немножко промахнулся с разбавлением Неправильно посчитал И она у меня получилась меньше 40 градусов А именно 36 Я обиделся, долго думал, чтобы это сделать То есть разбавлять дальше более крепким напитком или чем А жена сказала, давай сделаем из этого Что-нибудь типа ликерчика В общем, на данный момент Это имеет крепость где-то 20-22 Здесь примерно 80 грамм сахара на литр То есть 40 грамм на пол-литра И это совершенно мозговыносящая штука Жена, попробовав вот это вот Сказала, что это называется ликер для лучшей подруги Из этого мы будем делать мятно-водочный, скажем так, микс Это мы убираем, оно нам уже не надо Вот как раз и мята здесь осталось Тут, конечно, еще прикол в чем А, прикол, нам нужна еще красивая тарелочка с сахаром С сахаром Здесь мы капнем водки на палец Обмажем И сделаем красивые края Если получится Ну, по крайней мере, сладкие края я сделал Вот Плюхаем сюда, конечно же Той самой водки Нормально открылось впервые И сверху добавляем, наверное, две части вот этого вот Мятного и сладкого Не знаю, что это будет Но воск оно вынесет Назову это Зеленушка уносящая В общем, как-то так Ух ты ж Пахнет Пахнет И там мята, и тут мята И вот эту бы мяту наконец-то достать Чтобы не видеть больше никогда Ну, вот кусочек так красиво Пусть висит Ну, за вас, ребятки Слушайте, это же божественно Особенно в сочетании со сладким краем стакана Это вообще вышло просто обалденно Если кто хочет напоить девочку Ребята, делайте мятную настойку Разбавляйте И делайте из нее подобие ликера Или сладкой слабой настойки И вот это вот Это должно быть что-то с чем-то Главное, уберите от девочек закуску Так им быстрее даст по шарабану Но я не девочка, поэтому мне можно быть закусить Ну, и третий, заключительный На сегодня коктейль, который мы будем делать И это, дорогие мои, вариант Глубинные бомбы по-белорусски То есть, объясняю У меня есть пивной стакан У меня есть пиво У меня есть водка У меня есть терюмка В принципе, все, что нам нужно есть Водка украинская Пиво Темный белорусский стаут Должно войти хорошо Но я уже немножечко пугаюсь Общий принцип создания всех глубинных бомб Сначала мы наливаем пивасик Ну, половиночку, наверное, хватит Вот так Даже крепче, будет веселее Теперь мы наливаем Водку Дальше есть два варианта Вариант первый жестокий Это надо водку поджечь И бросить туда так, чтобы полетели брызги Но, простите, поджигать водку Имея в радиусе горячее Горящее все вокруг И не имея огнетушителя Я, честно говоря, не планирую Вариант второй Рюмку туда надо аккуратно опустить щипцами Но, как бы сказать, за неимением таковых Может быть, там по вилочке попробую Вариант третий сложный Который я пробовать не хочу Когда водки должно быть чуть поменьше Чтобы она плавала в пиве Эта рюмка И когда ты пил Билась об зубы тебе периодически Плескалась водкой в нос В общем, доставляла массу удовольствия окружающим Этого я тоже делать не буду Так, нет, надо еще чуть-чуть Который рюмка не утонет, нифига Вот И туда мы, наверное, бульканем нашу водку На всякий случай Я заранее с вами попрощаюсь До следующего видео Потому что есть вероятность Что после этого я цензурно Ничего уже сказать не смогу А нецензурно я говорить не хочу Поэтому заранее за вас, дорогие мои За ваши лайки За ваши комментарии За ваши подписки За то, что вы ждете следующих видео Которые выходят с пугающей периодичностью И предварительно Всем пока Оп И сейчас Это добро Надо выпить по возможности залпом Блин, ну а знаете, в чем я ошибся У меня пиво холодное было Надо было брать теплое Его намного легче пить Залпом Ну, в общем Ну Простите, еще не так Ой, хорошо-то как пошло А Аж с детства вспомнил Прям Хорошее, трезвое, счастливое детство Надо чем-то вот С сыром, сыром, сыром В принципе Три-четыре глубинных бомбы И вам больше, скорее всего Ничего и не надо будет уже Поэтому давайте уже нальем Действительно еще пять Пять грамм улич Немеров Вы сволочи Немеров, вы слышали? Вы сволочи Как говорится Я очень надеюсь Еще раз Что это правда Брак чисто этой бутылки Ну Ой За вас И за мой Будущий пьяный квас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому